Мяу Мяу не только самое популярное кошачье слово, но и название одного из самых распространенных синтетических наркотиков. Антонина Лобачева успешный предприниматель, молодая мама. Признается, в последнее время все больше наблюдает в своем окружении зависимых людей. Решила, пора проявить активную гражданскую позицию. Так родилась идея социального проекта «Антимяу». Я не хочу, чтобы они стали наркоманами. Я не хочу, чтобы дети вокруг меня и подростки тоже становились наркоманами, а их родители смотрели на них и не понимали, что с ними происходит. Ведь это так легко изменить. Достать несложно, зависимость возникает быстро. Так употребление наркотиков становится смыслом жизни. Сформировать отрицательное отношение к запрещенным веществам – один из способов уберечь своих близких. Можно в семье создать такой психологический фон невольно, при котором формируется зависимый тип личности у ребенка. То есть он привыкает к тому, что ему комфортно быть зависимым. И это большая проблема, потому что, выходя во взрослую жизнь, он ищет, куда бы приткнуться. В гимназии номер 14 прошло совещание с учителями, социальными педагогами и родителями. Тема встречи – профилактика употребления наркотических веществ. Ребенок должен знать, кому обратиться за помощью. Основу профилактической работы в школе составляет, конечно же, в первую очередь позитивная профилактика. Через положительные, хорошие истории мы пытаемся рассказать детям о том, каких поступков совершать не нужно. Ну а если так складывается, что ребенок все-таки совершил какой-то опрометчивый поступок, который привел к нежелательным последствиям, мы, конечно, стараемся максимально помочь ему адаптироваться, и чтобы ни в коем случае он не стал изгоем, и это не стало причиной того, что ребенок не будет принят школьным коллективом. Раньше стенгазеты, сейчас социальные сети. В школе активно работают медиа-центры, с помощью которых ребята доносят до сверстников важную и нужную информацию. Сейчас у каждой школы есть свои странички в соцсетях, на которых можно посмотреть, чем ребята живут, чем они интересуются, и с помощью детей же вести ту же самую профилактику. Но все же решить проблему можно только объединив усилия, признаются специалисты. Поэтому такие встречи пройдут еще не раз. Карина Яряшева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...